Дорожный контроль продолжает проводить проверки качества ремонта объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На этот раз общественники, депутаты и специалисты Департамента дорожного хозяйства администрации города посетили объекты в Заволжском и Пролетарском районах. Ремонтные работы на Комсомольском проспекте выполнены на 99%. На участке протяженностью около 600 метров от улицы Горького до бульвара Шмидта положен новый асфальт. Остаются работы по нанесению дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки попутных направлений, обозначение пешеходных переходов, а также восстановление асфальто-бетонного покрытия вокруг колодцев, которые в настоящее время ремонтируются сетевыми организациями. Изменениям рады и те, кто живет рядом, и те, кто здесь работает. Очень приятно теперь парковать свои машины, машины сотрудников и наблюдать за чистотой. Очень этому рады. Спасибо городу за это. Спасибо большое. За контролем качества выполненных работ пристально следят не только специалисты департамента, но и общественники с депутатами. Мы особое внимание, конечно, уделяем тем дорогам, которые находятся рядом с школами. А здесь рядом у нас и 46-я, и 35-я школа, и в принципе так недалеко здесь и 53-я школа находится. Поэтому мы посмотрели, что устанавливаются тоже лежачие полицейские. Качество работы-то хорошее. По самому, будем говорить, асфальтобетону, по укладке. То есть я каждый день по этому Косомойскому проспекту езжу на работу, с работы. То есть, ну, понятно, вижу и как работают, как делают, да, то есть соблюдают ли технологию. Еще один объект, который посетил дорожный контроль, это первый переулок Красной Слободы в Пролетарском районе. Здесь произвели замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и выполнили устройство выравнивающего слоя, чтобы обеспечить водоотведение. Работы в настоящее время завершены практически на 90%. Верхний слой весь уложен. Осталось укрепить обочины асфальтобетонной крошкой и нанести разметку. Совсем рядом с дорогой расположена школа. Важно, чтобы этот участок был безопасным для передвижения детей, отметили участники приемной комиссии. В процессе проведения ремонтных работ неоднократно общались с жителями. Я надеюсь, что по окончании работ дорожники учтут все их пожелания. Всего в этом году в Твери в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут проведены работы на 70 объектах уличнодорожной сети. На сегодняшний день работы подрядчик ведет на 58 объектах. По 7 из них ремонт завершен, ведется подготовка к приемке. Еще по 29 улицам готовность превышает 90%. Продолжение следует...